Церемония Тюнинг Кара Уорс Больше сотни прокачанных автомобилей из Владимира, Москвы, Иваново и Нижнего Новгорода и других регионов собрались сегодня на одной площадке для того, чтобы, возможно, в очередной раз ответить на вопрос, что же важнее, мощность или скорость, проходимость или красота. Но, наверное, ответа на этот вопрос никто здесь так и не найдет. Каждый останется при своем. Но при этом каждый житель города Владимира сегодня смог приобщиться к автомобильной культуре и узнать о том, что же такое настоящий автомобильный тюнинг. На немецком автомобиле встретить японский двигатель мне, наверное, пришлось впервые. И сейчас я хочу спросить владельца этого автомобиля, его автора, о том, как он пришел к такому выводу. Взять лучшее от немецкого автомобилестроения и от японского. То есть шарм кузова немецкого и надежность и скорость мотора японского. Но что же делать, если вдруг вы не готовы потратить на автомобиль огромное количество времени, сил и средств для того, чтобы сделать его действительно уникальным и неповторяющимся? Ответ на этот вопрос приготовила компания Kia, представив на фестивале TuneIn Car Awards свой новый автомобиль Kia Soul 2. Kia Soul 2 является по своей сути серийным автомобилем, но на самом деле каждый экземпляр по-своему уникален, потому что его владелец может выбирать из огромного количества как внешних опций, которые будут отвечать за дизайн, так и из огромного количества опций внутренних, которые будут отвечать как из-за безопасности, так и за динамику и комфорта водителя и пассажиров. Тем самым автомобиль может быть абсолютно уникальным и не повторится ни с одним другим автомобилем даже из линейки Kia Soul 2. Еще одной очень важной и интересной особенностью Kia Soul 2 является рекламная кампания этого автомобиля. Главными ее героями стали хомяки. Это достаточно необычно для автомобильной марки, что в общем-то и отражает саму необычность этого автомобиля. Эти самые хомяки стали гостями церемонии Tuning Car Awards и представили всем зрителям этот самый автомобиль, создав огромный ажиотаж и неподдельный интерес зрителей к этой новинке. Закончилась церемония вручения премии Tuning Car Awards, но с ее завершением не закончилась, а только с новой силой разгорелась любовь владимирцев к необычным тюнингованным прокачанным автомобилям. И надеюсь, те, кто не побывал сегодня на этом мероприятии, смогут увидеть эти автомобили на Владимирских дорогах.